Международный уголовный суд, он же МУС, грозится вновь стать ключевым мировым ньюсмейкером. На этот раз на кону возможный ордер на арест премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху за преступления израильской армии в секторе ГАЗ. Когда именно это может случиться, да и случится ли вообще, пока непонятно. Но по данным израильской прессы, сам Нетаньяху весьма встревожен этой перспективой и всячески стремится предотвратить такое развитие событий. В частности, он провел множество телефонных разговоров в попытке отменить возможное преследование, включая разговор с президентом США Джо Байденом. Сегодня мы говорим о перспективах возможного решения Международного уголовного суда выдать орден на арест Нетаньяху. Обсудим значение этого события как для Израиля, так и для самого политика. Разобраться в ситуации нам поможет великолепный эксперт в израильской повестке. О том, что Международный уголовный суд ведет расследование действий Израиля в Газе, известно с февраля. К концу апреля и американские, и израильские СМИ начали писать о перспективе обвинения Нетаньяху, одним из ответственных, за жертвы среди мирного населения в Газе. Сам МУС пока подтверждает только факт расследования войны между Хамасом и Израилем, но не предоставляет прочие подробности. Таким образом, на текущий момент будущее решения Международного суда остается неясным. В то же время активность Нетаньяху и США говорят о том, что перспектива выдачи ордера на арест весьма реальна. Сам Нетаньяху призывает, цитата, «лидеров свободного мира противостоять возмутительным нападкам МУС на неотъемлемое право Израиля на самооборону». Конец цитаты. Обеспокоенный в США. Так, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предупреждает, если администрация Байдена не будет сейчас возражать, то потом МУС может взять на себя полномочия по выдаче ордеров на арест американских политических лидеров. То есть можно сказать, что давление на Международный суд со стороны США и Израиля уже идет. И идет полным ходом. Конечно, особую актуальность ситуации принимают в связи с тем, что год назад МУС уже принял одно эпохальное решение. В марте 1923 года он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в незаконной депортации детей с Украины в Россию. Формально, если орден был выдан на арест Путина, то почему бы он не может быть выдан на арест Нетаньяху? Другой вопрос, что Израиль все-таки часть западного мира, и его поддерживает США. То есть против еврейского государства выдать ордер чуть сложнее, чем против ставшего изгоем на западе России. Что же на деле означает для Израиля сам факт того, что Международный суд всерьез обсуждает возможный арест премьер-министра еврейского государства? И что это означает для самого Нетаньяху? Об этом мы поговорим с журналистом, создателем телеграм-канала «Дежурный по Израилю» Марком Новиковым. Марк, здравствуйте! Здравствуйте, Никита! О чем говорит сам факт того, что выдача ордера Международного уголовного суда в отношении премьер-министра Израиля стала возможной? Насколько это серьезный прецедент? С точки зрения прецедента такое уже было. То есть обсуждение этого было, когда после одной из операций в секторе Газа, который провел Израиль тогда премьер-министром, значит, ордер тогда предполагалось выдать или обсуждалась возможность выдать против цепи ливни политического лидера израильского Ана. Но тогда ордер не был выдан. И тогда же, кстати говоря, один из национальных судов, то есть суд Великобритании, тоже рассматривал возможность выдать ордер на ее арест за несколько дней до ее визита в Великобританию. Опять же, эта история тоже не прошла, то есть ордер не был выдан, но прецедент обсуждения возможностей израильских лидеров вот таким образом их, таких санкций на них накладывают, он уже был, да. Но это, конечно, говорит о двух вещах. Прежде всего, о возрастающем международном давлении на Израиль на фоне затянувшейся войны, откровенно затянувшейся войны. И, конечно, эта неопределенность относительно того, что будет завтра, что будет послезавтра, она создает напряжение и вопросы по отношению к Израилю. Это очевидно, это нельзя не замечать. Ну и, во-вторых, это говорит о небывалом давлении противников Израиля на международные институты, в принципе, да. Мы уже видели первый акт этой игры, когда Южная Африка подала, на мой взгляд, достаточно абсурдный иск в международный суд ООН. Другая инстанция, да, то есть не уголовный суд, а международный суд ООН, суд справедливости ООН. И тогда ЮАР обвинил Израиль в геноциде. И сегодняшняя история – это достаточно закономерное продолжение того суда. То есть чем он отличается? Суд, значит, международный суд ООН, там субъектами являются страны, то есть государства могут подать друг на друга в суд. ЮАР подал на Израиль в суд, обвиняя Израиль в геноциде. И, соответственно, судя по всему, материалы этого суда, если внимательно их прочитать, там всякие цитаты израильских политических лидеров в начале особенной войны, они, вероятнее всего, могли лечь в основу вот этого процесса уголовного суда, международного уголовного суда, где рассматриваются иски против конкретных личностей, которых подозревают в преступлениях, таких же страшных преступлений, как, например, преступление геноцида. А как выдача ордера может повлиять на принятие решения нынешним израильским кабинетом об операции в районе Рафах? Это последний район в Газе, куда не входили израильские вожженные силы, и об этой операции говорят давно, но пока она так и не началась. То есть я думаю, что тут нужно разделить. Для Нетаньяу это абсолютно принципиально важная имиджевая история, вот это все, что касается международного уголовного суда и его личная политическая карьера. Ну и, конечно же, для Израиля в целом, как для страны, это тоже опасно, потому что это может наложить какие-то запреты на поставки оружия или продажу оружия Израилем и так далее. То есть тут есть и такие риски тоже. Ну и, конечно, дипломатия, потому что если главным лидерам политическим запретят так или иначе фактически путешествовать по миру, это тоже накладывает определенное ограничение. Но операция же в Рафихе, мне кажется, лежит в другой плоскости, и ее, скажем так, то, почему она не происходит. То есть она начала планироваться, вы правильно сказали, давно уже, в январе. Мы слышим каждые две недели от разных лидеров о том, что вот уже готово, уже планы согласованы, вот-вот все начнется. И, тем не менее, операция не начинается. И всякий раз под давлением внешних обстоятельств, то есть формально. Я полагаю, что основной фактор в этом, в том, что она до сих пор началась, это судьба заложников. То есть операцию не начинали, чтобы вернуть хоть какое-то количество израильтян из рук террористов. Сначала Израиль с Египтом и с Катаром, потом США подключились, попросили у Израиля возможность предоставить свое проектное соглашение. Хамас тоже его отверг. Сейчас опять была попытка Катара свое представить предложение, потом оно было отвергнуто. Израиль предложил свой вариант, он был отвергнут. Сейчас вот последний вариант – это египетский, который обсуждается, но, судя по всему, он также будет отвергнут. То есть каждый раз Израиль откладывал это. Кстати говоря, политики израильские подвергаются огромной критике на этот счет внутри Израиля за то, что они откладывают эту операцию, потому что считается, что отсутствие этого давления военного, в том числе на Хамас, провоцирует Хамас выкручивать руки еще больше. Но, тем не менее, до сих пор она откладывается. Вот сейчас эта сделка, египетский проект не будет принят. Даже израильская делегация отказалась лететь в этот раз в Каир, потому что нет никаких в этом смысле иллюзий. И если она будет сорвана, то, я думаю, что это будет последний сдерживающий фактор, и Израиль все-таки начнет операцию в Рафею. А если переговоры с Хамасом не будут сорваны, то операция не начнется? Если не будет сорвана, то не начнет, потому что эта сделка в любом ее формате, в любом ее проекте предполагает долгосрочное перемирие. Мы не знаем пока на каких условиях, но, судя по всему, речь о месяцах. И Израиль будет вынужден убрать из сектора газа все свои вооруженные френдирования. Там и сейчас, на самом деле, никого почти не осталось. Там две бригады остались в центре страны, разделяющие север и юг. То есть, фактически, там и так уже никого нет, но, видимо, и их потребуют каким-то образом тоже оттуда убрать. Но Израиль в Газе ставил изначально задачей полное уничтожение Хамас и освобождение всех заложников. Ни то, ни другое не сделано. Хамас явно не сможет гарантировать свое уничтожение, если только освобождение заложников может пообещать. Да и тут здесь могут быть вопросы. То есть, что такое может предоставить Израилю Хамас, чтобы еврейское государство приняло это как условие для долгосрочного перемирия? Это правильный вопрос, на самом деле. Это тонкая история. Тут я полагаю, что политическая руководство Израиля рассматривает это таким образом. Нам нужно спасти сейчас как можно больше заложников, заплатить за это практически любую цену, а потом найти повод добить Хамас уже без относительно любых каких-то договоренностей через какое-то время, через какое-то договоренности, возможно, закрытые договоренности США, когда через несколько месяцев очевидно, что обстрел продолжится в Израиле, и когда это будет как провокация случиться или какой-то обстрел очередной, и Израиль ведет опять туда войска или каким-то другим образом продолжит операцию. То есть сейчас главная задача – это именно спасти как можно больше заложников. Мы понимаем, что каждый день шанс их выжить, они становятся все меньше и меньше. Мы знаем, что Хамас их убивает в плену. То есть это уже фактически доказаны какие-то, более-менее доказанные факты из уст тех, кого удалось спасти. И сейчас речь идет о том, что Израиль фактически готов практически на все, чтобы спасти кого только можно, а потом уже действует по обстоятельствам. То есть, видимо, какое-то перемирие, прекращение огня на несколько месяцев в любом случае потребуется, а дальше уже будет опять операция. Вернемся к истории с ордером Мусс в отношении Таньяху. У себя в Фейсбуке вы отмечали, что выдача ордера может стать положительным событием для Израиля. Не могли бы вы объяснить свою позицию? Да, ну надо тут пояснить для тех, кто не читал мой пост, что я все-таки имел в виду какой-то более-менее риторический прием в этом смысле, потому что, понятное дело, что уголовный суд в ГАГе, он судит или будет судить, возможно, не Таньяху, совершенно по другому делу. Это, судя по всему, так или иначе будет связано с тем, что израильское руководство, по мнению, опять же, я так полагаю, прокуроров Международного уголовного суда, тем или иным образом препятствовало каким-то гуманитарным поставкам или еще какие-то дела на этот счет, заявления, которые связаны с ухудшением гуманитарной ситуации в секторе ГАЗа. То есть это вот нужно разделить. А в Израиле, соответственно, мы говорим немножко про другое. То есть претензии к Нитаня, они в другой плоскости лежат. И, конечно, это два разных дела, это два разных состава, что называется. Но, тем не менее, я их риторически увязал. Почему? Потому что 7 октября в Израиле произошло самое чудовищное преступление против еврейского народа со времен Холокоста. Это больше 1200 погибших в один день, плюс более 200, судя по всему, заложников террористы захватили, и дети, которые до сих пор удерживаются. То есть это страшная катастрофа, она затронула буквально всех в Израиле. Нет человека в Израиле, у кого кто-то не погиб, и вот в этом знакомого, кто не погиб в этот день. Потому что страна очень маленькая. Соответственно, сейчас главный дискурс в израильском обществе, кроме войны, лежит в плоскости обсуждения, кто виноват, и в каком формате эти виноваты будут нести ответственность. То есть как будет расследование происходить, как будет... Соответственно, мы сейчас понимаем, что текущая политическая ситуация в Израиле такова, что, судя по всему, действующая власть не позволит провести достаточно объективное, скажем, независимое расследование того, почему это произошло, будет всячески препятствовать этому. И мы уже видим, что политическая руководство отказывается на себя брать ответственность за это. И у них есть все инструменты в руках, чтобы избежать этой ответственности, серьезной ответственности, кроме какого-то порицания общественного. Соответственно, когда я говорил о том, что это было бы неплохо, чтобы на Нитаниях хоть какие-то санкции были наложены, я говорил о том, что, конечно, в израильском обществе люди отнеслись бы к этому по-разному, но тем не менее было бы хоть какое-то возмездие за произошедшее. Возможно, это был бы крест на его политической карьере, а этого хотят, судя по всему, большинство израильтян сегодня, судя по опросам, возможно, это было бы просто ему неудобства какие-то доставило бы личные, например, невозможность путешествовать, невозможность уйти на пенсию такую сладкую. То есть я говорил об этом с точки зрения возможного справедливого наказания, что ли, за произошедшее внутри Израиля. То есть, конечно, это дела между собой ввязывать, с юридической точки зрения, просто невозможно. А почему вы считаете, что внутри Израиля это невозможно? То есть против Нетаньяху ведь уже заводили уголовное дело, пусть и совсем не связанное с газой. То есть в теории на него может быть заведено и новое уголовное дело. В Израиле действительно достаточно независимая юридическая система. То есть у нас на скламе подсудимых и в тюрьмах были и премьер-министры, и президенты. То есть это нужно отдельно подчеркнуть. Поэтому в этом смысле у Нетаньяху нет иммунитета. Однако вот дела, которые против него были заведены, они рассыпаются. Сейчас практически уже рассыпались все. И это дело, если оно когда-то появится, оно должно пройти сначала через горнило, так называемой государственной комиссии. Что имеется в виду? В Израиле такая есть институция, государственная комиссия. То есть ее созывает правительство, но она независима. Это, как правило, руководит ей какой-то отставной судья Верховного суда. Эта комиссия имеет все полномочия расследовать произошедшее. И вот недавно совсем было опубликовано в прошлом месяце расследование такой комиссии, выводы этой комиссии похожей. Относительно трагедии, которая произошла несколько лет назад на горе Мирон, там в религиозном мероприятии в давке погибло 45 человек, включая детей. И это политическое было мероприятие. Там были политически отменены всякие ограничения с точки зрения безопасности. И мы всей страной ждали, какие будут выводы этой комиссии с точки зрения того, какие уголовные дела будут после этого возбуждены и какие политики понесут за это наказание. И по результатам работы комиссии фактически никаких серьезных наказаний никто из политического руководства не понес, что дает нам в принципе право полагать, что если будет создана государственная комиссия по расследованию трагедии 7 октября в Израиле, то есть все основания полагать, что ее выводы будут исключительно политическими. То есть они предложат политическому руководству, политическому и военному руководству уйти из своих должностей. Военный руководство в любом случае уже к этому времени уйдет из своих должностей. У нас меняется глава Генштаба раз в несколько лет, министр обороны меняются у нас раз в полтора года в год, потому что выборы часто. То есть те люди, которые несут ответственность и так далее, и там по цепочке, те люди, которые несут ответственность за трагедию, они так или иначе уже уйдут со своих должностей. А политическая ответственность Нетаньяу в этом смысле, она закончится максимум общественным порицанием. В Израиле в юридической системе есть такой термин «колонн», то есть общественное порицание, запрещающее политику занимать общественную должность, если он осужден по уголовному преступлению. Я думаю, что это максимум, что может ожидать Нетаньяу в этой связи. Но учитывая, сколько лет будет происходить это расследование, то, вероятнее всего, политическая карьера Нетаньяу к этому времени и так будет закончена. А о других последствиях юридических для него, я думаю, что даже не следует думать в этой связи. Израиль на протяжении всей истории известен своей позицией, что еврейское государство защищает свои интересы так, как считает необходимым, невзирая на международную критику и давление. Как вы думаете, может ли эта позиция поменяться? Способно ли международное сообщество как-то поколебать Израиль в своей решительности? Я должен сказать, Никит, что это, конечно, действительно формула существует, но она, конечно, не в безвоздушном пространстве. Потому что если посмотреть на историю израильских войн, даже победных, особенно победных, они все заканчивались огромным давлением на Израиль со стороны именно союзников. И часто Израиль вынужден был заключать перемирие или завершать войны на не очень выгодных для себя условиях, именно под давлением внешних обстоятельств. Но, конечно, эта формула меняется, она меняется не в пользу Израиля. Независимость Израиля с точки зрения принятия решений, она становится все меньше и меньше. Со временем Израиль все больше интегрируется в западную политическую парадигму, и давление обстоятельств все больше и больше. И одним из ярких примеров, на мой взгляд, в последнее время является создание тихое, абсолютно незаметное ни для кого, создание вот этой коалиции Израиля с арабскими странами, военной коалиции Израиля с арабскими странами, которую мы увидели в действии, когда Иран напал на Израиль, и как она работала, эта коалиция. В нее, в эту коалицию, как мы уже знаем сейчас, входят и страны, которые не признают формально существование государства Израиля, не имеют с ним дипломатических отношений. Конечно, чтобы создать такой альянс, Израиль должен учитывать интересы региональных стран, региональных держав, в том числе Саудовской Аравии и других игроков. Поэтому, конечно, судя по тому, каким был ответ Израиля на атаку, беспрецедентную атаку на Иран и на Израиль, можно сказать, что Израиль, конечно, учитывает и региональную специфику, и международную специфику, и западную специфику. И, конечно, давление со стороны США, оно беспрецедентное, оно растет. Такого, наверное, никогда не было или было, но, может быть, со времен войны судного нет такого давления, серьезного. Потому что, конечно, Израиль очень сильно зависит от поставок вооружения со стороны США, особенно на фоне возможной войны с Хизбалой и возможной войны с Ираном, потому что это войны очень технологичные. Здесь очень много нужно именно ракет и противоракет. Понятное дело, что сбить один беспилотник, значит, шахет, летящий из Ирана, который стоит несколько тысяч долларов, да, но для этого нужно потратить ракету, которая стоит десятки тысяч долларов. То же самое с железным куполом и самодельными ракетами, летящими от Хизбаллы или от Хамаса. Это огромные деньги, Израиль не может себе позволить вести такие войны в одиночку. Вот это все дает мне право считать, что Израиль, конечно, уже не живет по этой формуле. Израиль, конечно, возможно, действует немного более независимо, чем остальные игроки на Западе, да, потому что у них зависимость гораздо больше, но, тем не менее, эта формула меняется. Да, он сохранит свободу действий до определенной степени, но от президента к президенту это будет меняться. Если, скажем, более левый президент в США и более левый премьер-мист в Израиле, зависимость будет больше. Если более правая позиция США и более правая позиция в Израиле, то зависимость будет меньше. Но в целом это не сильные изменения, я думаю. Напомню, с нами был журналист, создатель телеграм-канала «Дежурный по Израилю» Марк Новиков. О чем хочется сказать в завершении. Мне кажется, что кейсы ордера Мусс в отношении Путина и разбирательства по Нетаньяху – это разные истории в разных контекстах. Так что автоматом делать равенство между ними я бы не стал. Что касается Израиля и Нетаньяху, в суде должны быть представлены конкретные обвинения и доказательства. От этого в первую очередь зависит справедливость этого решения. Но есть еще один разрез. Мусс в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху покажет себя как действительно независимый орган, и авторитетовое решение скорее вырастет. Но в то же время, если Мусс пойдет против США, то может окончательно лишиться всякой перспективы того, что его решения будут хоть кем-то выполняться. То есть перспектива стать авторитетным, но вообще ничего не решающим органом. Ей-богу, Международный суд в весьма интересной ситуации. На этом все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok